Здравствуйте! Меня зовут Стив Каффман и сегодня я буду говорить о третий секрет для успешного изучения языка. Первый секрет – это тратить достаточно времени. Второй секрет – это изучить, используя способ, который вам приятно. И третье – это создать или развивать способность отметить, что случится на языке, который вы хотите выучить. И как мы можем это сделать? Я должен сказать, что разница между успешным изучением и неуспешным изучением на большой степени зависит от нашей способности отметить, когда мы слушаем. Мы должны слушать, как это слово произносится по-английски или по-французски или по-китайски. И мы должны отметить эту конструкцию, как это различается от нашей родной языки. Конечно, это очень сложно. И только после многих опытов, например, когда я начинал с русским, я не понял много объяснений о грамматике. Потому что у меня не был опыт с языком. Но сейчас, потому что я много слушал, я много читал по-русски. Сейчас, когда я опять читаю объяснение о грамматике, я начинаю понимать, но когда я начинал, это не имело никакого значения. Сейчас я могу отметить, когда я читаю, это винительная падежа или это что такое. У меня сейчас я могу это отметить. Но как развивать этот способ отметить? Много слышать, много читать. Я думаю, что мы должны смотреть книги о грамматике много-много раз. Один раз это не хватит, потому что долгое время я ничего не понял. Мы можем видеть флеш-карты. Это тоже. Но целое изучение флеш-карты является все выучить и вспомнить. Это невозможно. Но каждый раз, когда мы это делаем, это постепенно увеличивает наш способ отметить, что случится на языке, которым мы занимаемся. Ну что еще? Да, поэтому это способ, если мы хотим улучшить наше произношение, мы должны отметить произношение из разницы между нашими, нашим произношениями и native speakers. Поэтому, извините на мой русский, я не очень хорошо говорю, владею русским, но все-таки это очень важно. И я, чтобы улучшить мой уровень русский, я всегда пытаюсь отметить, когда я слушаю как-то. Ах, это так, это поддержь, это винительный, это... Я не забыл, как это называется, но все-таки принцип это... Мой русский не важно. Принцип важен. Принцип это создать для себя способность отметить, что случится на языке. Спасибо. Продолжение следует...